Я хочу напомнить сюжет. Это есть в моей книге «Последний вор». Там эти события есть. В Ростове было в 1954 году. Собрали сходку. Ну, там, короче, человек 200-300 воров было. Ну, и там решили, что ворам можно жениться, ворам можно документы получать, прописку иметь, короче, всё. И жильё. Ну, короче, в таком роде. И об этом, о своём решении погнали прогон. Ну, на Коломо пришёл прогон. Там масса воров, в воровскую зону приход. Говорит, это 54-й год или 53-й, короче. 53-й, 54-й. 54-й год. Ну, говорит, это, ну, воры, говорит, такого не может быть. Это касается каждого вора, и кто-то отдельный должен, не может решать это, проигнорировав остальных. Потому что этот вопрос касается каждого. А как-то там 200-300 собрались и решили. Короче, меня не спросили, другого не спросили. Ну, там было много базаров и остановились на том, что кто из этих подписантов, кто там 200-300 были там, будут приходить с них получать по всей строгости. Ну, решили. И всё. И на этом затихло. Ну, а так эти 200-300 воров, что там решение приняли, они видят, никакой реакции нет. И это начало распространяться потихоньку. Прописки, короче, женитьбы. Пошло по союзу, как решение воров. Хотя этого решения не было. И там, может, кто-то приходил на Коломук. Он чувствовал, что настроение, что могут уебать, а то зарезать. И он ничего не говорил, что он участвовал в этой сходке. Никого не курсовал. Тихонечко. И так это замялось. Ну, на Кавказе пошло распространяться это насчёт прописок, насчёт женитьбы. Там ещё. Короче, всякая ерунда. Ну, на России колымские воры освобождались. Они говорили своё слово, и этому не позволяли распространяться. Короче, вот такой был случай, действительно. Его запомнили. О нём воры старые вспоминают, что такие начали ходить прогоны. Ну, на самом деле, это 200-300 воров. Это не всесоюзная сходка. Это был обман людей. Вот и всё.